Приветствую вас, эм, как-то вот такой вопрос, эм, похоже, типа, уже задавался, э, вроде бы, э, по-моему, даже он был платный, платный, э, может быть, это вы задавали этот вопрос. Не знаю, конечно, э, но, э, там такая же была проблема, похоже, да, то есть, э, также, э, также было у человека сезофрения, также были, э, проблемы с, э, родителями, родителей как-то вот вообще ни во что не ставили, э, вот, подавляли и так далее, и так далее, и так далее. Э, вот. Значит, что я хочу сказать, ну, во-первых, во-первых, если у вас действительно сезофрения, то нужно лечи, лечиться, нужно лечи, лечить её, лечить нужно сезофрению. Понимаете, это болезнь, и если вы не будете её лечить, то, соответственно, вы никогда не сможете стать, э, сколько-нибудь серьёзной, не сможете стать, сколько-нибудь адекватной, чтобы к вам относились всерьёзно, понимаете? Вот. Поэтому, занимайтесь в первую очередь лечением. А, вам полезен лечение, у вас есть диагноз, э, вам, наверное, было назначено лечение. Пусть вас увезут в психушку, пусть вас там вылечат в этой психушке, может быть, помогут. Вот. Не надо бояться. Если у вас дома ад, если вам дома тяжело, если вам дома нереально, да, как вот вы говорите, как вы говорите, ну и что? В деле, в психушке будет хуже. Настолько. Ну, я, признаться честно, в этом не уверен. Я не уверен в том, что вам будет, э, там, в этой, э, ну, в психушке вам будет хуже. Не уверен я в этом, абсолютно. А, мне думается, что, скорее всего, ланда будет, ну, точно не хуже, чем, э, э, чем здесь. Опять же, просто потому, что, а может ли быть хуже, вообще, понимаете? Вот. Такой вопрос. Может ли быть хуже, чем есть сейчас? Так что, вот на эту тему тоже постарайтесь подумать, это важно. очень важно, на самом деле. Далее. Значит, э, следующий, следующий момент, который вы описываете, это момент такого плана, что у вас много подавленных эмоций, много подавленной злости и так далее. Ну, опять же, любой, э, психотерапевт, э, любой, любой психолог, э, вам скажет, что нельзя подавлять свои чувства, нельзя подавлять свои эмоции. Это делать вообще ни в коем случае нельзя, потому что этим вы себе, себе, именно себе, никому-то еще, этим вы себе делаете только хуже, тем, что подавляете свои эмоции, подавляете свои желания. Не позволяете себе, там, чувствовать то, что вы чувствуете, и хотеть то, что вы хотите, и отреагировать, и отреагировать. А негатив-то он копится, негатив-то он ведь никуда не девается, и с ним, с ним, естественно, нужно что-то делать, вот. А делать не можно только, что выражать. А выражать, выражать негатив, адекватно, именно адекватно выражать негатив. Ну, нужно научиться, учиться. Особенно, значит, ну, вот, в вашей ситуации. Особенно, в вашей ситуации. Нужно научиться выражать негатив, понимаете, в том дело. Вот, это важно. Очень важно. Дальше. Если у вас есть, значит, ну, если вот вы говорите, что вас там обижают постоянно, да, унижают, как-то оскорбляют и так далее. Ага. Соответственно, если это так, то, я думаю, имеет смысл, вот, у вас есть интернет, соответственно, компьютер, а, соответственно, микрофон, и через микрофон все это на диктофон записать. Никто из ваших об этом не узнает, никто из ваших это не поймет, не просвечет и так далее. Вот. Значит, запишите это на микрофон, и отошлите к кому-кому нужно. чтобы показать, что вы можете за себя постоять, если потребуется, чтобы показать, что вы можете себя защитить, опять же, если потребуется, и все в таком духе. Ну вот. Далее. от обвинений кого-либо, кого-либо, и в чем-либо, я вам рекомендую отказаться, потому что обвинения, они не помогали еще никому, и никогда, и ни в чем. понимаете, обвинения, это просто перенос ответственности. Вот. Можно сколько угодно говорить о том, что вот, вы такая несчастная, что вы стали жертвой, что вы там, оказались, оказались, ну, под гнетом, да, под гнетом, своего отца, там, и так далее, и так далее, и так далее, можно сколько угодно об этом говорить. Но, ситуацию в целом это не изменит. То есть вы вот, у вас как, были проблемы, так проблемы и будут. и для вас, эти проблемы никто не решит, не решит, кроме вас, самой. Поэтому, постарайтесь эту мысль зафиксировать, и постарайтесь подумать о том, что можете сделать именно вы в своей ситуации. Как, как можете вы исправить эту ситуацию? Что можете сделать вы, чтобы вам, там, например, было лучше? Что можете сделать вы, чтобы вам, чтобы вам было, ну, полегче вообще этой эээ ситуации, в которой вы оказались? Только так. Мог на сколько угодно переживать, можно сколько угодно растраиваться, можно сколько угодно обвинять в кого-либо, но ваша эта жизнь не изменит, вы все, наверное, сами в этом и убедились, убедились, что не изменит вашу жизнь какие-то вот претензии, обвинения кого-либо, и так далее, потому что это деструктивный путь, вы в этом плане поступаете так же по сути как ваши родные, они обвиняют, например, вас, ну допустим, я не знаю кого они обвиняют, допустим вас они обвиняют, а вы их обвиняете, и стоп и стоп, кто чего добился, кто чего получил в итоге, вот по итогу, а никто ничего, правильно ведь? Думаю, что правильно. Ну так вот и задумайтесь об этом, задумайтесь, почему так произошло. произошло. Задумайтесь так, почему так вышло, понимаете? Я думаю, что вам многие вещи станут понятны, я думаю, что многие вещи вам будет проще принять сразу, вот. А дальше, дальше, психологу, ну, работать над уверенностью в себе, работать над постановкой цели, над правильным установлением задач, своих, понимаете, вот, ну а как, как по-другому? То есть вам вопросы здесь, ответы на вопросы не помогут, именно в этом контексте, понимаете, вот, именно в этом контексте вам не помогут ответы на вопросы, понимаете, вопросы, потому что, как бы, что бы не было, вот, что бы не было, да, что бы вам не сказали, вам это, вам это не поможет, потому что проблемы есть и они, эти проблемы будут до тех пор, пока вы сами не сделаете что-то, что бы их не было, понимаете, в чём дело. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, так, я думаю, можно вам, эээ, такие можно вам дать рекомендации, точнее, точнее, эээ, понимаю, что, возможно, этого мало, понимаю, что, ну, скорее всего этого мало, вот, но, тем не менее, ситуация такова, что, вот, в рамках, эээ, того способа взаимодействия с нами, которые вы выбрали, возможности у нас ограничены, вам помо, вам помочь, то есть мы будем делать только так, так вам нужна поддержка сейчас, это, безусловно, вам нужна серьёзная поддержка, вам нужна серьёзная помощь, чтобы справиться с проблематикой, которая у вас имеет место быть, но это возможно, справиться с этой проблематикой вполне возможно, главное, ещё раз повторю, что бы у вас было для этого желание, вот, насколько я понял, у вас обиды на родителей довольно сильные, довольно серьёзные, вот, это тоже мешает вам взаимодействовать адекватно с людьми, ну, не обязательно вам, вот, с друзьями, ну, просто с людьми, вот. Также вы говорите о том, что вас предавали, вот, то есть обвиняйте, как бы, людей в том, что все предатели вокруг, вот. Тут нужно подумать о том, почему вас предали, что послужило причиной для человека вас предать, то есть не торопиться обвиняйте. Говорит, вот, меня, преды, там, и так далее. Не спешите обвинять кого-либо. Ага, сперва, попробуйте понять, что-то случилось. Может быть, человеку было как-то не по душе с вами, может быть, ему не нравилось что-то, насколько вы прислушивались к нему, к нему, вот, ну, к вашему партнеру, например, и так далее, и так далее, что он решил предать вас. Понимаете, предательство, предательство, это, это ведь тоже травма для того, кто, кто предал. Это тоже травма. Это серьезная травма. И если человек на это пошел, значит, у него были основания. А вы этих оснований не знаете. Вы об этих основаниях не в курсе, ну, скорее всего, как мне это видится, по крайней мере. Так, а почему же вы не в курсе? Это же важно, разве нет? Ну, на мой взгляд, это важно. Вы же не хотите, чтобы такое повторялось, правильно? Но, опять же, для этого нужно что-то делать. Не получится так, что вы ничего не будете делать, и все само собой нормализуется. Если вам хочется, чтобы проблема исчезла, если вам хочется, чтобы стало лучше работать в этом направлении, занимайтесь этим, действуйте, с психологами общайтесь, с врачами своими, понимаете? Пусть вам лекарства выпишут, чтобы вы смогли, может быть, более адекватно воспринимать то, что вам, например, мои коллеги и я, в том числе, говорим. Ну, а что делать? Не оставляйте только, не оставляйте себя, не оставляйте себя вот в таком состоянии. Знаете, не оставляйте, не нужно, не сдавайте только. Проще всего взять, сдаться и все. Я вот несчастный, я бедный, я ничего не могу, я, от меня ничего не зависит и так далее. Думайте не о том, что вы не можете, а о том, что вы можете. И сделайте то, что вы можете, все, что от вас зависит, вас возьмите и сделайте. Тогда уже можно будет, ну, по крайней мере, по крайней мере, с уверенностью сказать, что я сделаю все, что в моих силах. А можете вы сейчас так сказать? Можете вы сейчас сказать такое, что вы сделали все, что в ваших силах? Подумайте, прежде чем отвечать на этот вопрос. Он такой, он кажется легким, но он на самом деле не такой легкий, он подковыркой для вас. Да, диагноз, шизофрения, я понимаю, неприятно, тяжело, инвалидность у вас есть, вот, второй группы. Ну так и что, ну люди живут с этим, и вы сможете жить. Главное адаптироваться. Знаете, вы же, вы же не адаптируете, вы не адаптивны. Знаете, в чем дело? То есть, вами правят ваши обстоятельства. Вот. А так быть не должно. Знаете, не обстоятельства править должны вам, а вы обстоятельства. Понимаете, в чем дело? Вот. Вы обстоятельствами должны управлять. Вот когда вы будете управлять обстоятельствами, тогда у вас все наладится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы, все-таки, если это вы действительно, если тот вот вопрос, о котором я говорил, задавал один и тот же человек, надеюсь, что вы, все-таки, выберете себе психолога и реально начнете с ним работать. То есть, просто подробно от и до разбирать все, что с вами происходит. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Приветствую вас. Как-то вот такой вопрос, похоже, типа, уже задавался. Вроде бы. По-моему, даже он был платным. Платным. Может быть, это вы задавали этот вопрос. Не знаю. Конечно. Но. Там такая же была проблема, похоже, да, то есть, так же, так же было у человека с юнофренией, так же были проблемы с родителями. Родители как-то вот вообще ни во что не вставили. Вот. Подавляли и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Значит, что я вам хочу сказать. Ну. Во-первых. Во-первых, если у вас действительно сизофрения, то нужно лечиться. Нужно лечить ее. Лечить нужно сизофрению. Понимаете, это болезнь. И если вы не будете ее лечить, то, соответственно, вы никогда не сможете стать сколько-нибудь серьезной. Не сможете стать сколько-нибудь адекватной, чтобы к вам относились всерьез. Понимаете? Вот. Поэтому, занимайтесь в первую очередь лечением. А, вам полезен лечение, у вас есть диагноз, вам, наверное, было назначено лечение. Пусть вас увезут в психушку. Пусть вас там вылечат в этой психушке, может быть. Помогут. Вот. Не надо бояться. Если у вас дома ад, если вам дома тяжело, если вам дома нереально. Да? Как вот вы говорите. Как вы говорите. Ну и что? В деле, в психушке будет хуже. Настолько. Ну, я, признаться честно, в этом не уверен. Я не уверен в том, что вам будет там, в этой, ну, в психушке вам будет хуже. Не уверен я в этом. Абсолютно. Мне думается, что, скорее всего, вам там будет, ну, точно не хуже, чем здесь. Опять же, просто потому, что, а может ли быть хуже? Вообще. Понимаете? Вот. Такой вопрос. Может ли быть хуже, чем есть сейчас? Так что, вот на эту тему тоже постарайтесь подумать. Это важно. Очень важно, на самом деле. Далее. Значит, следующий момент, который вы описываете, это момент такого плана, что у вас много подавленных эмоций, много подавленной злости и так далее. Ну, опять же, любой психотерапевт, любой психолог вам скажет, что нельзя подавлять свои чувства, нельзя подавлять свои эмоции. Это делать вообще ни в коем случае нельзя. Потому что этим вы себе, себе, именно себе, не кому-то еще, этим вы себе делаете только хуже. тем, что подавляете свои эмоции, подавляете свои желания, не позволяете себе там чувствовать то, что вы чувствуете, и хотеть то, что вы хотите, и отреагировать. И отреагировать. А негатив-то он копится, негатив-то он ведь никуда не девается, и с ним, естественно, нужно что-то делать. Вот. А делать не можно только, что выражать. А выражать негатив, адекватно, именно адекватно выражать негатив. Ну, нужно научиться, учиться. Особенно, значит, ну, вот, в вашей ситуации. Особенно, в вашей ситуации. Нужно научиться выражать негатив, понимаете, в том дело. Вот. Это важно. Очень важно. Дальше. Если у вас есть, значит, ну, если вот вы говорите, что вас там обижают постоянно, да, унижают, как-то оскорбляют и так далее. Соответственно, если это так, то, я думаю, имеет смысл, вот, у вас есть интернет, соответственно, компьютер, а, соответственно, микрофон. И через микрофон все это на диктофон записать. Никто из ваших об этом не узнает, никто из ваших это не поймет, не просечет и так далее. Вот. Значит, запишите это на микрофон и отошлите к кому-кому нужно, чтобы показать, что вы можете за себя постоять, если потребуется, чтобы показать, что вы можете себя защитить, опять же, если потребуется. И все в таком духе. Ну вот. Далее. От обвинений кого-либо и в чем-либо, я вам рекомендую отказаться, потому что обвинения, они не помогали еще никому и никогда и ни в чем. Поэтому, знаете, обвинения это просто перенос ответственности. Вот. Можно сколько угодно говорить о том, что, вот, вы такая несчастная, что вы стали жертвой, что вы, там, оказались, оказались, эээ, ну, подгнетом, да, подгнетом своего отца, там, и так далее, и так далее, и так далее. Можно сколько угодно об этом говорить. Но, ситуация в целом это не изменит. То есть вы, вот, у вас как были проблемы, так проблемы и будут. Из-за вас, эти проблемы никто не решит, не решит, кроме вас, самой. Поэтому, постарайтесь, эээ, эту мысль зафиксировать и постарайтесь подумать о том, что можете сделать именно вы, эээ, в своей ситуации. Как, как можете вы исправить эту ситуацию? Что можете сделать вы, чтобы вам, там, например, было лучше? Что можете сделать вы, чтобы вам, чтобы вам было, ну, полегче, во всей этой, эээ, ситуации, в которой вы оказались? Только так. Можно сколько угодно переживать, можно сколько угодно растраиваться, можно сколько угодно обвинять кого-либо, но ваша жизнь это не изменит. Вот вы все, наверное, сами в этом и убедились, убедились, что не изменит, не изменит ваша жизнь, какие-то, вот, эээ, претензии, обвинения, там, кого-либо, и так далее. Потому что это деструктивный путь, вы в этом плане поступаете, эээ, так же, по сути, как, как ваши родные. Они обвиняют, например, вас, ну, допустим, я не знаю, кого они обвиняют, ну, допустим, вас, они обвиняют, а вы их обвиняете. И стоп, и стох, кто чего добился, кто чего получил в итоге, вот, по итогу, а никто и ничего, правильно ли? Думаю, то правильно, ну, так вот, и задумайтесь об этом. Задумайтесь, почему так произошло. Задумайтесь так, почему так вышло. Понимаете? И я думаю, что вам многие вещи станут понятны. Я думаю, что многие вещи вам будет проще принять сразу. Вот. А дальше? Дальше. Психологу, ну, работать над уверенностью в себе. Работать над, эээ, постановкой цели. Над правильным. Установлением. Задач. Своих. Понимаете? Вот. Вот. Ну, а как? Как по-другому? То есть, вам вопросы-то здесь не помогут, ответы на вопросы не помогут. Понимаете? Понимаете? Вот. Именно в этом контексте вам не помогут, эээ, ответы на вопросы. Понимаете? Потому что, эээ, как бы, что бы не было, вот, что бы не было, да, вот, ну, что бы вам не сказали, вам это, вам это, вам это не поможет. Потому, потому что, проблемы есть, и они, эти проблемы, будут, до тех пор, пока вы, сами, не сделаете что-то, чтобы их не было. Понимаете? В чём дело? Ну, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, так, я думаю, можно вам, эээ, такие можно вам дать рекомендации, точнее, точнее. Эээ, понимаю, что, возможно, этого мало, понимаю, что, ну, скорее всего, этого мало. Вот. Но, тем не менее, стоит доказать, что, вот, в рамках, эээ, того способа взаимодействия с нами, который вы выбрали, возможности у нас ограничены. Вам, вам помочь. То есть, мы будем делать только так. Так, вам нужна поддержка, сейчас, это, безусловно, вам нужна, серьёзная поддержка, вам нужна, серьёзная помощь, помощь, чтобы справиться с проблематикой, которая у вас имеет место быть. Но это возможно. Справиться с этой, с этой проблематикой вполне возможно. Главное, ещё раз повторю, чтобы у вас было для этого желание. Насколько я понял, у вас обиды на родителей довольно сильные, довольно серьёзные. Вот. Это тоже мешает вам взаимодействовать адекватно с людьми. Ну, не обязательно с друзьями, ну, просто с людьми. Вот. Так же, вы говорите о том, что вас предавали. Вот. То есть, обвиняете, как бы, людей в том, что все предатели вокруг. Вот. Тут нужно подумать о том, почему вас предали. что послужило причиной для человека вас предать. Тут не прописывая обвиняться. Говорит, вот, меня предали там и так далее. Не спешите обвинять кого-либо. Ага, теперь вам попробуйте понять, что-то случилось. Может быть, человеку было как-то не по душе с вами. Может быть, ему не нравилось что-то. Насколько вы прислушивались к нему, к нему, вот. Вашему партнеру, например. И так далее. И так далее. Что он решил предать вам. Понимаете, предательство, предательство, это ведь тоже травма для того, кто... 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 према. Это тоже травма. Это серьёзная травма. И если человек на это пошёл, значит, у него были основания. А вы этих оснований не знаете. Вы об этих основаниях не в курсе, ну, скорее всего, как мне это видится. По крайней мере. Так, а почему же вы не в курсе? Это же важно, разве нет? Ну, на мой взгляд, это важно. Вы же не хотите, чтобы такое повторялось. Правильно? Но опять же, для этого нужно что-то делать. Не получится так, что вы ничего не будете делать, и всё само собой нормализуется. Если вам хочется, чтобы проблема исчезла, если вам хочется, чтобы стал лучше работать в этом направлении, занимайтесь этим, действуйте, с психологами общайтесь, с врачами своими, понимаете? Пусть вам лекарства выпишут, чтобы вы смогли, может быть, более адекватно воспринимать то, что вам, например, мои коллеги и я, в том числе, говорим. Вот. Ну, а что делать? Не оставляйте только, не оставляйте себя, не оставляйте себя вот в таком состоянии. Знаете, оставляйте, не нужно, не сдавайте только. Проще всего вязаться и всё. Я вот несчастный, я бедный, я ничего не могу, я, от меня ничего не давит и так далее. Думайте не о том, что вы не можете, а о том, что вы можете. И сделайте то, что вы можете. Всё это от вас зависит, вас возьмите и сделайте. Там уже можно будет, ну, по крайней мере, по крайней мере, сувернуться и сказать, что я сделаю всё, что в моих силах. А можете вы сейчас так сказать? Можете вы сейчас сказать такое, что вы сделали всё, что в ваших силах? Подумайте, прежде чем отвечать на этот вопрос. Он такой, он кажется лёгким, но он на самом деле не такой лёгкий, он подковыркой для вас. Да, диагноз, шизофрения, я понимаю, неприятно, тяжело, инвалидность у вас есть, вот, второй группы. Ну так и что, ну люди живут с этим. И вы сможете жить. Главное адаптироваться. Понимаете, вы же, вы же не адаптируетесь. Вы не адаптивны. Знаете в чём дело? То есть, вами правят ваши обстоятельства. Вот. А так быть не должно. Понимаете? Не обстоятельства править должны. Вам. А вы обстоятельства. Понимаете в чём дело? Вот. Вы обстоятельствами должны управлять. Вот когда вы будете управлять обстоятельствами, то тогда у вас все наладится. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы всё-таки, если это вы действительно, если тот вот вопрос, о котором я говорил, задавал один и тот же человек, надеюсь, что вы всё-таки выберете себе психолога и реально начнёте с ним работать. То есть, просто подробно от и до разбирать всё, что с вами происходит. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделать его лучше, навелаю вам всего самого доброго и удачи. КОНЕЦ